В советское время Измаильский аэропорт на регулярной основе принимал рейсы из Киева, Кишинева, Симферополя и, разумеется, Одессы. Уже в 21 веке, в период забвения, здесь приземлялись планеры типа Як-40, привозившие в Измаил первых лиц государства. Последние лет 15 аэропорт вообще никак не функционирует. 70 миллионов гривен бюджетных денег существенно повлияют на судьбу Измаильского аэропорта. Так в февралю средства перечислят и на объекте развернется полноценное строительство. В планах приведение в порядок терминала и мелкий ремонт взлетно-посадочной полосы, которая, к счастью, находится в удовлетворительном состоянии. Этих денег хватит на восстановление инфраструктуры аэропорта, даст возможность приемки самолетов в дневное время суток. И еще, я уже это говорил, аэропорт спроектирован очень грамотно. И вот мы сегодня с вами находимся, достаточно сильный ветер. Это не будет являться помехой для приемки самолетов, так как можно принимать их и со стороны села Броска, и со стороны города Одессы. По словам Нардепа, заинтересованность в сотрудничестве с аэропортом Измаила уже проявляют несколько авиакомпаний. Предварительно после восстановления аэровокзал будет два раза в неделю принимать рейсы из Стамбула, Киева и Итальянской Болонии. Инициаторы восстановления аэропорта обращают внимание на расположение объекта. Им удобно будет пользоваться жителям не только Одесского придунавия, а еще двух географических областей. Аэропорт Кишинев и Одесса довольно удаленны, тоже эксперты подчеркивают свои экспертизы. И что немаловажно, они подчеркнули, что аэропорт может быть универсальным аэропортом для трех стран, для юга Молдовы, для трех уездов Румынии. Потому что в 100-километровой зоне находятся три уезда Румынии, практически весь юг Молдовы, которые тоже могут пользоваться этим аэропортом в случае, если появятся лоукосты. Первоочередной вопрос – составление проектно-сметной документации, поиск компаний, которая займется ремонтными работами. Это, конечно, будет компания, которая должна пройти тендерную процедуру, имеющая соответствующую лицензию. Тендер будет проводить подразделение областного совета. Все необходимую помощь мы в этом окажем. До конца 2020 года, после проведения реконструкции, аэропорт Измаила планирует пройти сертификацию, то есть получить разрешение на прием и отправление самолетов. Также в оптимистичных планах инициатора восстановления воздушной гавани Южного Придунавья в начале 2021 года принять первый рейс после длительного перерыва. Виталий Хемий, Константин Нищеред, телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова